приветик всем снимаю видео о новых продуктах своей косметички тональная основа от oriflame giordani gold антивозрастная тональная основа у меня это оттенок light ivory 32 049 артикул очень хорошая тональная основа мне она очень понравилась имеет наверное с дает наверное среднее покрытие такое на границе матового и сатинового финиша но где-то так достаточно легко ложится можно наслаивать при желании не выглядит слоеным пирогом наношу ее обычным спонжем не бьюти блендером а самым обычным этим три треугольничком таким меня все устраивает очень хорошо подстраиваться потом кожи достойная тональная основа не сушит и не подчеркивает шелушение могу посоветовать очень неплохой вариант консилер от физишенс формула вот в такой вот ручки в принципе неплохой консилер для незаметного макияжа то есть какие-то серьезные недостатки он не перекроет он достаточно жидкий нужно какое-то время чтобы он уселся наслаивать его по большей части это бесполезно абсолютно потому что не знаем такое впечатление что он тянет предыдущий слой за собой когда наносишь новый как будто знаете лак для ногтей вот если разбавляешь им становится жидким здесь такая же ситуация вроде бы только слой закрепился начинаешь следующий наносить он стягивает предыдущий ну в общем маскирует но могло бы быть и получше оттенок мне понравился подстраивается хорошо у меня это оттенок светлый я им конечно пользуюсь какой какое-то время буду продолжать пользоваться но наверное пока еще не могу сказать оставлю ли я его на своей косметичке или нет или же все-таки предпочту другие варианты использовать которые у меня есть на данный момент не знаю пока еще не решила в общем консилер такой знаете серединка наполовинку за счет того что нельзя наслаивать и добиться более плотного покрытия я конечно не могу выставить ему хорошую оценку но если вы предпочитаете совсем легкое незаметное покрытие то может быть это и вариант карандаш в оттенке сапфир от nyx я не могу сказать что у меня какое-то огромное количество карандаш от nyx но этот карандаш мне очень нравится он такого темно-синего цвета такой наверное синий металлик наверное скорее так хороший карандаш что еще сказать деревянном корпусе без всяких проблем затачивается в меру плотный грифель в меру мягкий чтобы не рвать века чем-то хороший карандаш и уникс хайлайтер от бель ботинки 01 секретейл так вот он выглядит я его покупала после того как услышала на него отзыв на канале кажется кейт ли он завод блогера блогер утверждал что этот хайлайтер делает то что не делают многие люксовые но не знаю я с этим категорически не согласна сейчас попробую изображу что-нибудь такое на пальцах не знаю насколько это будет достоверно в общем он достаточно иметь достаточно грубоватый финиш хотелось бы чего-нибудь понежнее металлизированный и какой-то он знаете тусклый сказать что он даст какое-то такое сияние что будет видно из космоса ни в коем случае нельзя сказать что он подходит для ежедневного макияжа я тоже не могу потому что слишком металлический отлив идет вот видите наверное видно здесь на пальце слишком он металлический тоже не знаю пока что с ним делать потому что хайлайтеров у меня вагон и тележка в общем как с ним быть я пока еще не решила но советовать его к покупке скорее всего я не буду праймер от физишенс формулы с розой для сухой кожи кажется он позиционируется или для склонной к сухости кожи понравился мне этот продукт это такая субстанция жидкая розового перламутрового цвета но при распределении никакого перламутра на лице не остается и этот розовый на цвет тоже куда-то пропадает в общем хорошо ложится на нее тональная основа что еще сказать приятно пахнет розы и я осталась довольна этой покупкой в мае в подружке скидка на этот праймер если он вас интересует то самое время конечно к нему присмотреться консилер от мэйбелем всем известный вот этот вот с пуховочкой с этой я наверное америку не открою и присоединюсь ко всем хорошим отзывам касаемо этого консилера он действительно хорош достаточно плотное покрытие дает при этом нельзя сказать что он лежит как штукатурка в общем то все очень даже прилично единственное что небольшое неудобство этот вот спонжик я им только начала пользоваться но я представляю что вот вернее недолго период времени его использую но я просто представляю насколько быстро он загрязнится его что-то надо стирать или мыть или что-то с ним надо делать в общем упаковка не самая практичная бронзер от доктор пьер реко так вот он выглядит я небольшой поклонник бронзеров я их только покупаю и складываю знаете вот никак не могу с этим бороться да несмотря на все мое увлечение минимализмом с косметикой у меня покой какой-то полный провал пока получается по этой области в общем что могу сказать от себя как от человека который бронзеры в общем-то не любит только их покупать и складывать я его попробовала в общем-то неплохой бронзер финиш у него наверно на границе с матового и сатинового вот что-то такое не блестящего нет очень приятный цвет он не рыжит он теплый но не рыжий если вы любите бронзеры я думаю что у вас светлая кожа я думаю что вы останетесь довольны этим продуктом в общем-то я удивлена не ожидала ничего такого от доктора пьер реко но оказалось это продукт весьма недурственный еще один консилер это уже от стеллари оттенки слоновая кость 01 такая вот ручка обычно такие консилеры которые вот в ручке они ложатся тонкой невесомой такой пленочкой практически едва уловимые а вот этот какой-то странный он вроде бы жидкий но когда наносишь его его видно какую-то знаете финиш штукатурки вот стоит чуть-чуть переборщить наслаивать конечно категорически его нельзя потому что его будет видно моментально просто очень аккуратно нам надо с ним обращаться и мне показалось что все-таки он не знаю какой-то он пластилиновый знаете вот я не знаю еще пока что с ним делать маскировать какие-то покраснение высыпания я бы не советовал им потому что он будет подчеркивать текстуру кожи тени от слик палетка 429 all night long понравилась мне эта палетка я эту целлофанку отсюда выкинула чтобы она не мешала хорошая базовая палетка мне понравились оттенки мне понравились как матовые оттенки так и сатиновые достойная такая палетка и особенно знаете если у вас выбор тени небольшой хотелось бы что чего-нибудь такого практичного тут это вот палетка подходит несмотря на то что она производит впечатление теплый холодный макияжи с ней тоже получается камера деформирует немножко оттенки но вот эти вот оттенки вот этот оттенок вот этот оттенок вот этот вот темный вот этот оттенок они из холодной гаммы поэтому как холодный так и теплый макияж можно выполнить с помощью этой палетки пока из всех палеток что у меня есть мне больше всего нравится качество вот этой вот палетки я говорю о тенях слик конечно то есть очень даже достойная мне нет мысли избавляться от этой палетки и и конечно оставляю в своей коллекции румяна от мак шуга о сироп лимитированная какая-то версия особого смысла нет конечно показать эти румяна потому что их не купить я просто что хочу сказать что качество румян мак очень высокая очень высокая превосходно наносится превосходно распределяются очень хорошо передается цвет не сделаешь с этими румянами несмотря на то что они пигментированы с ними невозможно поставить каких-то пятен все в общем-то прекрасно растушевывается они легкие в работе не нужно обладать никакими специфическими навыками чтобы сладиться этими румянами я осталась этой покупкой очень довольна почему бы дальше перейти консилер еще один консилер покажу это консилер от вивин сабо идеал сублим у меня это по-моему самый светлый оттенок до оттенок 01 в общем-то все неплохо единственное что могу сказать вот этот первый оттенок не знаю как остальные он явно желтый то есть несмотря на то что я испытываю любовь консилером на желтой базе если говорить о цвете даже для меня он немного желтого то есть не не каждый тональной основе я допустим могу в пару использовать этот консилер то есть какие-то основы у меня более серые более более желтые ну вот в общем не ко всякому двору это подойдет наслаивать нельзя сразу будет видно его сразу начинает подчеркивать текстуру кожи и выделит вам абсолютно все то есть только идеально тонким ровным слоем наносите все никакого наслаивания пока тоже живет в моей косметичке но что с ним надо будет делать потом я подумаю еще на эту тему тональная основа от divash luminous у меня это в самом светлом оттенке 01 я попробовала и осталась довольна написано тональный крем сияние ну так оно и есть сияющий финиш безупречная ровная кожа ну да ровно ложится без всяких вообще проблем естественное сияние само собой цвет идеально подстраивается светлый он не персиковый не розовый не желтый он какой-то нейтральный мне очень понравился эффект эта тональная основа я рада что я ее приобрела кроме как похвалить если вы вас склонны к сухости кожи вы ищете хорошую тональную основу который не будет выделять все на свете шелушение этого морщинки все прочее то это конечно в ряд вариант тем более что весьма недорогой еще одни румяна это был подарок куда делся фокус лю гараж да это был подарок за покупку физишнс формула в общем понравились мне эти румяна я рада что я их получила в подарок очень нежный приятный оттенок вот здесь четыре сектора использовала я конечно кисть сразу по всем четырем секторам водила получается очень нежный розовый оттенок очень такой ежедневный красивый не знаю как еще похвалить я просто рада и счастлива что у меня есть эти румяна тем более что совершенно бесплатно достались вот эти румяна немножко разочаровали это плам роуз тоже от физишнс формула мне консультант говорил что можно использовать в качестве контуринга и не не представляю как это можно сделать но по крайней мере на себе потому что вот так смотришь они выглядят серыми а когда наносишь они становятся розовыми на коже смотрится скорее это такой вариант макияж без макияжа вроде как надо накраситься а вроде как не хочется или не нужно я не знаю но вроде как что-то мазану по себе вроде как немножко получше стало но и ладно в общем такой абсолютно нейтральный розовый оттенок хотя почему-то на камеру выглядит практически серым я никак не могу понять почему да ну вот такая вот особенность что еще хотела сказать по поводу теней палетка от байтери сейчас я ее открою ой 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 обошлась она мне в 3000 рублей я ее покупала на сайте пудра которая уже не существует что вам могу сказать вот здесь шесть оттенков и только один из них более-менее темный и вот только этот оттенок нормального качества вот темный вот да вот такой вот темный вы представляете что такое светлые оттенки на пальцы набирается очень хорошо но на поверхность века передаются плохо единственное исключение вот темный оттенок вот он безупречный вот все остальные такое впечатление что я пользуюсь тенями от катрис или эссенс вот как-то так я не жалую тени от катрис и от эссенс на мой взгляд это форменный отстой все я это уже прошла и смотреть в эту сторону я больше не собираюсь да ну вот это вот напомнила да из той же опера я даже могу сказать что вот если кто-то попробует сравнить ну если сравнить допустим катрис и эссенс и вот тени вот эти вот от байтери я понимаю если человек сделает вывод что все то же самое только стоит в сто раз дороже да конечно можно провести такую аналогию но это не значит что все дорогие тени плохие среди люксовых палеток и вообще вот сегмент этого класса люкс я не знаю про проф есть очень хорошие тени да но вот эти вот абсолютно никакие палетка уйдет к моей маме она будет думать что с ней делать я отправлю ее к ней погулять в косметической зачистке показывать не буду я просто сразу маме отдам и все она ждет возможности познакомиться с этой палеткой хайлайтер от wet and wild 319b blossom glow вот так он вот так он выглядит ну вот так прекрасно передается оттенок он такой холодный розоватый но знаете мне не нравится финиш он какой-то металлический грубый дешевый я не знаю он заметен своей вот этой вот металлизированностью он делает какой-то неестественный макияж я не знаю может я использую не те продукты в макияже не те средства но мне не нравится этот финиш поэтому я вот полюбуюсь еще пять минут и отправлю это дело в косметическую зачистку потому что мне такое не надо я очень сильно удивлена но мне понравилась помада от от кого от evan ультра кофе латте вот так она выглядит я и пользуюсь во всем ну прям такая любовь я вам не могу описать и в отношении того как ложится на губы и в отношении того как сходит и цвет и запах и вкус все меня устраивает это моя любимая помада на данный момент я вот жду по-моему в девятом каталоге будет скидка хорошая на помаду надо будет покупочку повторить к тому времени наверное она у меня закончится как раз баттер бронзер от фисишенс формула всем известно я не знаю стоит ли хоть что-нибудь говорить по поводу этого продукта все уже тысячу раз сказано скажу лишь от себя что как человек который редко пользуется бронзерами и с бронзерами на вы категорически я могу сказать что с этим бронзером проблем нет прекрасно ложится прекрасный светлый оттенок нет никакой рыжины желтизны красноты ничего этого нету прекрасный оттенок для светлой не загорелой кожи кстати я честно говоря вообще не знаю зачем загорелой кожи бронзер вот это для меня загадка я как-то слышала в одном от одного блогера такую фразу там демонстрировался какой-то бронзер и был комментарий что если такой вам кажется он рыжим то это вы просто не загорели вы загорите а потом пользуетесь этим бронзером зачем масло масляное бронзер придумали для того чтобы сделать незагорелое лицо загорелым не знаю в общем сплошные вопросы у меня на эту тему в общем нравится мне этот продукт конечно я его оставляю румяна от нарс оттенок сексофил такие вот они нежные розовые кажется практически белесые на самом деле на кожу переносится нежный розовый оттенок такой вот знаете мне кажется этот оттенок он настолько освежает он такой приятный я даже удивлена мне казалось что это будет что-то более плоское но он очень многогранный очень красиво смотрится я рада что пока не замыливается я надеюсь что и не будет замыливаться так же как оргазм от нарс который я постоянно очищаю чтобы хоть как-то можно было им пользоваться в общем я очень довольна этой покупкой прекрасная нежная розовая румяна такой вот освежающий вид придают лицу просто супер я очень довольна этой покупкой ой мое разочарование давайте поговорим вот об этой штуке шоколадная палетка от туфест я ее покупала в магазине ильдебуте как только марка стала представлена у нас в стране я эту палетку приобрела я честно говоря не видела плохих отзывов на палетку вот эту шоколадную от туфест а у меня будет отзыв плохой ну во первых когда я ее открыла для того чтобы сделать свой самый самый первый макияж у меня возникла куча вопросов первый вопрос который у меня был я не знаю что с этим делать вот вроде бы цвета все очень даже носибельные но я не знаю что с этим делать я не профи я обычный любитель поэтому первый мой макияж я создала с помощью пяти оттенков вот этого белого он матовый вот видите хорошо очень переносится оттенок марципан он немножко в розовинку ходит такой вот металлик оттенок крем брюле такое вот золото это что оттенок хазл над темный и вот этот вот hot chocolate вот из этих пяти оттенков я сделала макияж смотрю на себя в зеркало и думаю что такой же точно макияж я могла бы сделать и с другими палетками которые у меня уже были в коллекции до покупки этой шоколадки ничего нового я не увидела дальше в общем то прошлась по цветам был у меня сплошное разочарование вот этот вот розовый он какой-то меловой вот этот оттенок неплохой но у меня есть похожие оттенки я как-то не знаю вообще как-то скучно мне стало в общем с этими цветами я что-то повозила кистью попробовала и поняла что ничего кроме разочарования от этой палетки я не увидела вот честно не знаю что касается качества но немного пылят на века передается хорошо цвет на веке выглядит несколько иначе чем в палитре вот как-то трансформируется немножко оттенки что еще сказать мне не понравился больше всего финиш дело все в том что я вот присматривалась при электрическом свете и при солнечном свете эти тени смотрятся как глянцевая пленка на веках то есть они не металлические они глянцевые как вот помада бывает глянцевые также вот эти вот тени подчеркивать текстуру века для антивозрастного макияжа это просто кошмар не тени не знаю мне не понравился этот финиш я люблю сатиновые тени люблю шиммерные но вот глянцевые простите это никуда пускай глянцевым вводит блеск и помада но не тени поэтому я вот смотрю вот на это все хозяйство и посмотрю еще пять минут и отправлю в косметическую зачистку потому что мне такое не надо Too Faced Candlelight это хайлайтер вот так вот он выглядит розовый сектор и белый сектор на самом деле на коже практически никакой разницы нет так вот на пальцах есть а наносишь на скулы ничего нет ну я имею ввиду разницы никакой нету очень приятный хайлайтер я осталась очень довольна нежный ежедневный нету металлического финиша нету отдельных блесток прекрасно ложится не подчеркивает текстуру кожи кроме как похвалить не знаю что еще сказать я очень осталась довольна этой покупкой ну вот рассказала я вам о небольшом количестве продуктов которые подобрала в этот раз надеюсь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока-пока